Приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и губернаторскому проекту «Решаем вместе» был посвящен семинар, организованный представителями регионального проекта «Ярославский управдом». Участниками стали руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области Татьяна Бородина, руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Ярославской области Евгений Чуркин, представители администрации Углича и Угличских ТОСов. Очень приятно, что жители проинформированы о проекте, они знают, как проходит собрание, они знают, какие объекты у них отобраны. И вопросы такие же вытрепещущие. Сегодня мы постарались снять все моменты, о которых, может быть, не было до конца известно. Я надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим такое же теплое сотрудничество, если будут вопросы или какие-то замечания, также будем на них реагировать. Заместитель главы города Евгений Третьяков дал подробную информацию о реализации программы «Решаем вместе» на территории Углича. Специалисты ответили на вопросы жителей. В основном они касались благоустройства. Также организаторы семинара рассказали о том, как попасть в проект, как участвовать в реализации работ, кто осуществляет контроль их качества и так далее. Финансирование происходит к каким образом? То есть отчетного счета дома? Переводится? Ну, как вообще вот этот процесс? Ну, на сегодняшний день, по факту этого года, то есть по факту прошлого года вопрос на сегодняшний день возникало с управляющей компанией. То есть управляющей компанией с лицевых счетов по согласию, по протоколу общего согласия дома, списывали денежные средства и перечислялись на лицевые счета уже подрядной организации после выполнения актопомных работ. В этом году на сегодняшний день у нас произошла заметность управляющей компанией. Но денежные средства собираются и перечисляются на счет администрации, а администрация перечисляет уже подрядной организации. Если заходит, допустим, преимущество тех домам, которые, вы понимаете, сейчас уже три года, два года уже... Есть. Перед семинаром ярославские гости провели мониторинг территории Углича, которые были обустроены в 2018 году в рамках проекта «Решаем вместе». Побывали на спортивной площадке микрорайона «Северный». Осмотрели новую пешеходную дорожку в парке «Победы». Координатор проекта Ярославский управдом Татьяна Бородина побывала на объекте, выбранном угличанами для участия в программе в этом году. Это пешеходная зона в Рыжечном бару микрорайона «Солнечный». Выбор жителей данной общественной территории был таким вот странным, да, и вот нам было очень интересно посмотреть на то, что действительно это полезно будет для жителей, убедиться в этом, и надеемся, что ваше решение было правильным. Тропа, которая соединяет два района, и это очень важно для жителей, потому что здесь есть еще железнодорожный вокзал, с которого они будут возвращаться, есть магазины, и действительно жители не выбрали территорию в центре города, а выбрали именно эту территорию с целью именно своей полезности. В этом году у нас вошло 8 объектов, это 7 дворовых территорий и 1 общественная территория, на которой мы сейчас находим, это Рыжечный бор. Рыжечный бор попал у нас в результате рейтингового голосования, когда мы выбирали президента Российской Федерации в марте 2017 года. Именно жители проголосовали о необходимости обустройства этого территории. Первое место у нас заняла площадка на улице Северная, это был такой корт, мы в прошлом году об этом много говорили, мы открыли его, и он очень востребован. А второе место заняла именно вот эта территория, когда жители сказали, что между двумя районами совершенно неудобный участок, который необходим, обязательно реконструкция, он пользуется большим спросом. По-моему, если не ошибаюсь в память, 2,5 тысячи жителей проголосовало именно за этот объект, поэтому мы его будем в этом году реализовывать. До конца лета здесь будут сделаны освещение и новая асфальтовая дорожка, появятся урны и скамейки, будет обустроена прилегающая территория. Вы видите, здесь очень много сгоревших или невостребованных гаражей, и мы выявляли собственных гаражей, и те, кто собственных нашли, мы попросили их перевезти на другие места, выделяли на другие земельные участки, потому что это все-таки парковая зона, а все остальные, мы оставим свое право, это бесхоз, мы будем их демонтировать для того, чтобы здесь была все-таки парковая зона. Причем выход на вокзал там тоже будет обустроена, мы заканчиваем все это остановкой, которая будет такая обустроенная территория. Я думаю, что мы с той стороны тоже, когда в процессе реализации будет сделано, посмотрим. Сейчас на торгах находится, как только будет выбран подрядчик, будем приступать к работам. Я хотел бы отметить, что Углич является таким передовиком по реализации проекта, потому что на протяжении последних двух лет реализации не было ни одного проекта, например, связанного с асфальтированием, который ушел в зиму. Это пресловутая история, когда у нас асфальт кладут в лужу, в снег, и в холодное время года, и потом начинаются проблемы уже при эксплуатации. Вот здесь Углическая администрация, конечно, большие молодцы, что и вовремя отбирают подрядчиков, и в должном образе ведут контроль за реализацией проекта, и чуть что сразу госпитальная организация требует исполнения нормальной работы.